спасибо большое да в датарт я уже работаю больше 8 лет и сегодня хотел бы рассказать про достаточно необычную тему в контексте мобильной разработки а именно автоматизация тестирования в данный момент это все больше набирает тенденцию и становится модным но когда мы начинали этим заниматься это еще было на стадии зарождения этим занимались совсем уж гиганты и сегодня я бы хотел рассказать с минимальным количеством именно глубоких технических деталей как мы к этому пришли через что мы прошли и с какими проблемами мы сталкивались в двух словах о проекте это топ 6 мы находимся в топ-60 appstore раздела бизнес у нас около 120 тысяч мау то есть активных месячных пользователей мы более трех лет уже находимся на маркетах как в appstore так и google play и в данный момент мы умещаемся в двухнедельный релизный цикл что значит двухнедельный релизный цикл это значит что от момента начала разработки до релиза к конечным пользователям у нас проходит в данный момент ровно две недели если нам это требуется а расскажу о текущем составе примерном проекта у нас проект для мобильного подразделения достаточно большой но в рамках общего общих проектов когда-то арт так и в войти мы не такой большой проект нас всего 14 человек в рамках разработки это 5 ios разработчиков 5 android разработчиков 2 автоматизированных тестировщика и 2 мануальных тестировщика и в данный момент наша автоматизация дошла до следующего уровня у нас около 80 процентов регресса автоматизирована и мы автоматизируем именно тест кейсы чуть позже я про это детально и расскажу это просто общая статистика и соответственно для того чтобы автоматизировать 1300 тест кейсов нам нужно 1000 плюс тестов появляется вопрос почему мы за столько лет не смогли автоматизировать сто процентов регресса в первую очередь потому что задачи и новые фичи постоянно прибавляются и в случае с автоматизацией тестирования минимальное изменение существующего кода может отрезать сразу большое количество автоматизированных тестов до их оживить будет просто но тем не менее переделав какую-то кнопку на одном из главных экранов мы отрезаем сразу большую ветку тестов и соответственно эти тесты автоматом падают также мы автоматизируем сознательно не все у нас есть небольшое количество мануальных тестов которые очень легко проверить вручную но очень сложно автоматизировать это такие тесты как обновление приложения с прошлой версии или миграция базы данных с прошлой версии или что-то еще что по факту в автоматизации очень сложно и требует больших ресурсов именно вычислительных и в поддержке но по факту она не занимает столько времени на регрессе так как мы успеваем данный момент производить полный регресс вот два дня еще пару слов хотелось бы рассказать почему в принципе пришли к полному регрессу на каждый релиз как уже лёша заметил я работаю над финансовым приложением и в самом начале один ним из ключевых поинтов было надежность надежность приложения так как наши пользователи работают с финансами и даже отвалившиеся небольшое небольшой функционал приложения может привести к репутационным и финансовым потерям наших конечных пользователей мы себе этого допустить никак не могли и было большем приоритете возможное замедление разработки в пользу увеличения качества и соответственно в дальнейшем автоматизации тестирования мы дали себе возможность двигаться достаточно быстро с уверенностью в качестве но как я и сказал в данный момент у нас двухнедельные спринты двухнедельный релизный цикл и всего два дня занимает рекресс то есть что это значит у нас есть двухнедельный резинцит релизный цикл последние два дня от спринта мы делаем feature freeze перестаем разрабатывать все что не успели если мы что-то не успели и тестируем как мы умудряемся протестировать все приложение эти тысячи тест кейсов так быстро мы на самом деле тестируем каждую ночь внизу слайда представлен пример а репорта в рамках одного из наших последних релизов эта ночная сборка она говорит что в данный момент в основной ветке разработки после подлива последних изменений у нас 40 красных тестов 40 красных тестов значит что 40 тестов упали но по факту получается так что бывает что не все тесты супер надежные и мы двигаемся из логике что лучше получить false негатив чем false позитив что это значит из этих 40 тестов возможно ничего не сломалось и перед перезапуске или ручной перепроверки там все хорошо но это сильно лучше чем у нас какой-то тест покажет что он зеленый на самом деле с приложением что-то пошло не так как же мы к этому пришли изначально нас было всего пять человек два человека работали надоезд 2 надо android и у нас был один тестировщик мы двигались достаточно неплохо разрабатывали приложение с большим количеством изначальных фич к первому релизу и мы двигались следующим образом у нас были двухнедельные релизные спринты две недели мы разрабатывали две недели потом тестировали и бог фиксели по факту бафик занимает меньше времени чем тестирование и второй спринт мы частично занимались разработкой следующей версии в итоге мы пришли к тому что мы разрабатываем уже следующую после следующей версии которая сейчас в релизе или которая сейчас готовится к релизу и мы поняли то что дальше жить так нельзя потому что тестирование это узкое горло и она нас замедляет казалось бы что может быть проще чем взять еще одного-двух разработчиков и так сказать закидать проблему человеческими ресурсами но мы понимали так как у нас есть ключевой point что мы должны предоставлять качество значит с развитием дальнейшем приложения количество тест кейсов и количество времени для полного регрессионного тестирования всего приложения будет только увеличиваться значит с тем же самым количеством разработчиков нам нужно будет все больше и больше тестировщиков чтобы проверять вообще все и мы решили попробовать помогать помогать тестировщикам разработчиками не самые эффективные причем не самые эффективные идеи не только потому что это не выгодно или может быть дороже но по факту разработчики тестируя свой же код проверяют то что они написали но не проверяют то что они не написали поэтому мы решили что мы будем брать готовые тест кейсы по нашим фичам и автоматизировать автоматизировать мы решили нативными средствами чтобы иметь общую кодовую базу с основным приложением чтобы мы могли помогать командой разработчиков команде тестировщиков до в тот момент когда мы решили автоматизировать мы взяли человека кто уже занимался автоматизированным тестированием и он нам помогал с настройками environment а но именно написание тестов одним человеком шло бы слишком медленно поэтому команды разработки в том числе за счет того же языка программирования той же той же кодовой базы могла помогать с автоматизации тестирования таким образом у нас был достаточно низкий порог входа в проект в том числе если разработчику понадобится писать автоматизированные тесты тесты разрабатывались очень быстро мы имели доступ ко всем слоям основного приложения и со временем мотивация команды не падала так как альтернативой нативному на активной автоматизации являются всевозможные не нативные фреймворки базируемые в основном на java script что из моего опыта из опыта коллег приводят где мотивации нативных разработчиков и нежеланию вообще брать задачи по автоматизации их же фич ну это мы поговорили общими словами а что же за тесты и что тестировать нужно тесты бывают разные в рамках классической пирамиды тестирования если где-то почитать они выглядят следующим образом больше всего тестов нужно писать на юниты чуть меньше интеграционных или функциональных еще меньше юай тестов и совсем мало снапшот тестов про снапшот тесты я чуть позже расскажу это в основном относится к тестированию фронт-энда поэтому backend разработчики ну это частью и тестирования но как хочется его отделять потому что это отдельная специфика в я и тестировал по факту же в реальной жизни пирамида тестирования выглядит совсем не как пирамида или как пирамида которую построил очень маленький ребенок я и тестов выходит больше всего а юнит тестов достаточно мало снапшот тестов меньше всего как и должно быть но это наше осознанное решение потому что снапшот тесты сложнее всего поддерживать хотя и быстрее всего писать почему же так получается а получается так потому что в отличие от юайт тестов юнит тесты очень сильно завязаны на конкретный код и несмотря на то что разработать юнит тест сильно сложнее в дальнейшем поддержать его также сложнее и на юнит тест тратится время как на изначальное написание так и на поддержку но почему же мы вообще пишем а потому что юайт тестами очень многое не проверить и нужна комбинация я также детальней покажу на примерах но грубо говоря если юнит тест проверяет все случаи конкретного экрана и все тест кейсы проверяет то не факт что финальный экран просто не упадет на какой-то на каком-то мелком бандинге и не покажет просто пустой экран такие вещи отлавливают как раз таки ю юайт тесты но если нам нужно проверить какое-то невероятное количество комбинаций то тут нам помогают именно юнит тесты и тесты проверяют общую работоспособность и какие-то edge кейсы а все возможные комбинации которые описаны где-то в техническом задании уже перепроверяются юнит тестирования если вы решили что наша описанная проблема очень схожа к вам и вы думаете как применить к себе к нашему проекту автоматизацию тестирования я бы посоветовал начать с юайт тестов юайт тесты рассматриваются как черная коробка что я имею ввиду а юайт тест не идет в конкретный код приложения он также как и пользователи видит экраны видит кнопки он может нажать на какую-то кнопку заполнить какое-то поле и проверить то что отображается на экране в симуляторе соответствует описанию в тест кейсе по факту это выглядит достаточно декларативно и очень похоже на тест кейс как вы видите я здесь написал просто пример кода но не пугайтесь я все объясню и более сложных примеров не будет сверху в комментарии указан и шью и номер это значит что этот из кейс под таким идентификатором его можно открыть в нашей системе где они описаны и прочитать что должен проверить в рамках этого тест кейса тестировщик или тест здесь мы заходим на экран логина заполняем форму выключаем switch нажимаем на кнопку вводим sms q и так далее это все идет сверху вниз пошагово и мы все проверяем проверяем что отобразились главные поля проверяем что switch в нужном положении и таким образом описываем просто поведение login page сам по себе он описан также в коде это всего лишь абстракция которая описывает элементы экрана то есть внутри login page у нас если есть поле логин пароль и кнопка то мы просто в этом классе опишем три поля и свяжем их с идентификаторами это код который относится как к иосу так андроиду это конкретный пример с айоса но в андроиде структура и идеология то же самое написание ей тест после того как вы написали хотя бы один ей тест очень важно получить и интегрировать его в процесс получить репорт или отчет что я имею ввиду под получить отчет во первых этот тест должен прогоняться заставить людей когда они разрабатывают какой-то код у себя на локальной машине прогонять все тесты перед тем как запушить не работает как показывает практика люди забывают забивают и неработающие тесты отправляются в репозиторий значит что перед тем как у нас какой-то код попадет в основную ветку репозитория нам нужно прогнать эти тесты с юай тестами изначально это работает после какой-то границы прогон ее тестов может занять час-два-три и это переносится уже на ночные прогоны плюс прогоны на пол реквест основную функциональность так называемого смог тестирование полное регрессионное и от тестирования также должно производиться как можно чаще проще всего этим заниматься по ночам когда у вас агент который про умеет компьютер который умеет прогонять тесты свободен и не менее важно не забывать проверять эти результаты то есть в тот чат канал messenger где вы общаетесь с командой должны приходить отчеты за которыми команда следит и понимает не привели ли новые фичи к регрессу существующего существующей функциональности потому что самая дешевая цена исправления ошибки это та ошибка которая исправлена на раннем этапе разработки чем позже мы находим ошибку тем дороже нам будет стоить ее исправление это выглядит примерно так нам приходит отчетик на котором написано сколько тестов прошло сколько упало мы можем открыть какие конкретно тест упали если мы понимаем что это какие-то флакающие или нестабильные тесты мы можем их перепроверить или запустить заново если мы понимаем что это тесты в рамках новой фичи которые мы просто еще не обновили это тоже окей но если мы разрабатываем экран чата например а у нас сломалась авторизация значит точно надо все остановить и понять чем проблема после того как вы напишите ей тесты вы поймете что основная причина отказа это нестабильный environment что имею ввиду обычно я тесты прогоняются на тестовых контурах то есть у вас есть какой-то ка контур на котором у вас бегает ваш бэкэнд и на котором у вас есть инпоинт и которым уходит ваше приложение ночью когда вы гоняете полный регресс бэкэнд также может гонять какие-то обновления переди плой и он может упасть и никто его поднимать не будет потому что все спят и ночь а также для повторения одних тех же тест кейсов вам нужно будет делать очень много автоматизации то есть если вы хотите что проверить регистрацию нового пользователя это достаточно просто но опять же вам нужно будет после того как регистрировать его удалить на сервере если же вы хотите проверить какую-то конкретную ситуацию конкретного пользователя например проверить у пользователя у которого уже есть сообщение в чате что он может удалить последнее сообщение в чате то вам каждый раз перед прогоном теста нужно будет создать такого пользователя и заполнить базу данных сообщений этого пользователя это не говоря о том что не все тест-кейсы позитивные есть тест-кейсы негативные как будет вести ваше приложение если backend упал и вы же не будете класть backend чтобы проверить что происходит с вашим приложением для этого мы решили использовать стабы что такое стабы стабы это файлики которые имитируют ответы сервера которые были записаны заранее и на локальной машине на которой гоняются тесты запускается реальный сервер который настраивается из самого теста что нам это дает мы независим больше от контуров тесты прогоняются значительно быстрее потому что нам не нужно ходить на реальный backend мы можем прямо локально получать на local хосте ответы мы можем получать одно и то же состояние сервера которое нам нужно на каждом запуске теста также мы можем при дополнять верификацию трафика например мы хотим удостовериться что не уходит лишних запросов или что конкретный запрос был вызван несколько раз это мы также можем настроить в нашем мог сервере где мы настраиваем эти ответы и если что-то пошло не так если запрос вызвался не с теми параметрами или запрос вызвался лишний раз просто падать этот тест упадет и мы обратим на это внимание также нам это поможет проверять ситуации ошибок проверять ситуации со слабой сетью и нам по факту не нужно проверять все кейсы на реальном api потому что в современном мире если мы говорим о ресте и rest api то когда мы разрабатываем фичу нам по большому счету и нужен пока нам нужен пакт то есть тот формат ответа который будет от сервера по определенному пути многие используют для этого свагер документации и форматы но основная идея то что нам нужен пакт или контракт того что она будет отвечать сервер и таким образом используя те же самые стабы мы можем разрабатывать фичи и даже их тестировать без реального api также хочется немножко коснуться юайт из тестирования а именно snapshot тестов как я и сказал иногда мы можем проверить все досконально покрыть юнит тестами интеграционными тестами фичу написать юайт тесты которые проверяют каждый элемент и соответствии этого элемента всем техническим требованием и требованием технического задания но в итоге оказывается что нам возвращают фичу от дизайнера и у с ответом что не соответствует дизайну или дизайн не по дизайну это может выглядеть следующим образом например мы проверили то что у нас все элементы на экране соответствуют но шапка каким-то образом просто съехала стало больше меньше не того цвета что угодно и это с проверяет наличие элемента и соответствие строк но никак не проверяет конкретные размеры конкретный цвет и тут нам поможет снапшот тестирования если у нас какой-то экран очень важен и его юай должен быть точно такой как мы ожидаем то мы можем заготовить snapshot а потом при прогоне теста сделать еще один snapshot и сравнить их по пиксель на если у нас диффа нет то все окей если дифф есть то что-то пошло не так почему же мы не пишем все юай тесты все ее тесты snapshot ами казалось бы если у нас соответствует скрины зачем нам перри проверять каждый элемент а переправить каждый элемент нужно для того чтобы потом при изменении при введении новой версии операционной системы или при изменении какой-то кнопочки во всем приложении нам не пришлось на веру просто делать миллион скриншотов каждого теста и просто верить что то что система сейчас сделала скриншот и они все корректно тоже как вы понимаете просто перейдя на другой симулятор можем получить на новой операционной системе элемент в другом месте или статус бар выглядящий немного по-другому и все наши тесты упадут хотя по факту они будут корректными поэтому snapshot тестами ни в коем случае нельзя слишком увлекаться да это слишком просто при разработке но слишком больно при поддержке про юнит интеграционные тесты хочется также сказать и самое важное что хочется сказать то что большинство пишет юнити интеграционные тесты то как кто считает нужным он увидел функцию он ее протестировал он разработчик мы интегрируемся с какой-то системой мы протестировали эту интеграцию но если наши тесты не связаны с тест кейсом и нигде-то не описаны что именно мы тестируем то во первых будет непонятно когда этот тест сломается а во-вторых тестировщики все равно будут вынуждены это перепроверить потому что они не знают что мы это уже проверили в юнит тестах именно поэтому очень важно чтобы каждому тест юнит или интеграционного тесту соответствовал конкретный тест кейс также в отличие от юайт тестов юнит тесты мы можем прогонять на каждый pull request и значит что мы не можем влить изменения без зеленых всех юнит тест из этого мы можем сделать вывод что если что-то возможно проверить с помощью юнит теста это лучше проверить с помощью юнит теста и даже если мы проверили все с помощью юнит тестов хотя бы один ей тест позитивный должен быть потому что как бы хорошо мы не проверили каждый отдельный юнит интеграцию всех юнитов может оказаться что экран пустой как же это все что я описал внедрить в текущий процесс естественно у большинства сейчас и джайл давайте рассмотрим на примере джайл тестирование и автоматизация тестирования должна быть обдумана уже на этапе на раннем документации по документации пишутся тест кейсы так чтобы их можно было автоматизировать поначалу это может показаться сложным поэтому тестировщик может либо писать тест кейс совместно с разработчиком либо после написания тест кейсов отдавать разработчику на переработку но все-таки лучше после переработки осознать что не так было с тест кейсами после того как у нас есть тест кейсы у нас есть у нас должны создаваться задачи задачи должны создаваться как на разработку так и на автоматизацию сразу и в планировании какого-то спринта мы должны оценивать задачи как на разработку функциональности так на автоматизацию тестирования этой функциональности по факту из нашего опыта это даже не всегда занимает больше времени, чем просто разработка. Потому что итерация, как мы разработали фичу, потом отдали в тестирование, а потом получили фидбэк, из-за того, что мы получаем фидбэк о ошибках слишком поздно, цена исправления будет выше. Когда мы пишем фичу сразу с тестами, мы сразу находим те самые несоответствия техническим требованиям и на раннем этапе можем его исправить. И получается, та цена, которую мы платим за автоматизацию, покрывается еще на этапе первого тестирования за счет того, что мы раньше находим ошибки. И, соответственно, мы берем фичу вместе с автоматизированной задачей в Sprint и мы можем отдать уже автоматизированную протестированную фичу на релиз. Если вы тестировщик, куда двигаться? В первую очередь, как я сказал, нужно пересмотреть взгляд на тест-кейсы. Тест-кейсы должны быть описаны в декларативном стиле. Они должны быть верифицированы у девелопера, разработчика, то, что эти тест-кейсы подходят для автоматизации. И дальше нужно понять, кто будет автоматизировать. Лучше всего попросить автоматизировать разработчика, но не все. То есть на первом этапе достаточно, чтобы разработчик по тест-кейсам создал 1-2 теста автоматизированных. После этого он может вам рассказать, написать для вас удобный API, и вы будете автоматизировать, возможно, даже сами. На самом деле, текущий тулинг позволяет писать код даже просто с помощью записи экрана. То есть вы запускаете приложение, проходите по экранам, тыкаете на кнопки, заполняете поля, и после этого вам генерируется код. После этого сгенерируемого кода вы просто можете в нужные места поставить проверки, что это поле должно быть таким-то. Немножко о тулинге для уже конкретных разработчиков. Как я и сказал, мы работаем с полностью нативным стеком, то есть мы используем XC-тесты, которые представлены компанией Apple как раз-таки для тестирования. Для макирования ответа сервера мы используем сервер Swifter, который запускается прямо на симуляторе, на котором гоняется наше приложение. Для снапшот-тестирования мы используем фреймворк iOS Snapshot Test Case, а для юнит-тестирования и для читабельности юнит-тестов мы перешли на Nimble. Он позволяет использовать много сахара, который проще читать. Я думаю, если кто-то уже писал юнит-тесты в iOS, он знаком с этим фреймворком. С Android-стороной все даже проще. Также нативный G-unit-тест, предоставленный Google, и Makita для маркирования бэкэнда. Что нужно проверить для автоматизации вашего регресса? Во-первых, приоритеты. Проще всего автоматизировать в первую очередь то, что занимает больше всего времени у вас, как у тестировщиков или у вашей команды. Причем не обязательно даже времени, а то в том числе либо занимает много времени, либо меньше всего хочется делать. То есть, есть некоторые тест-кейсы из нашего опыта, которые можно проверить достаточно быстро, но нужно не забыть сделать столько всего и настроить столько всяких элементов, что это откладывается до последнего момента. И никто этим не хочет заниматься. Этим нужно заняться в первую очередь. После этого, как я и сказал, нужно подготовить сами тест-кейсы, внедрить их в процесс, то есть на этапе описания тест-кейсов по документации писать их правильно и отправлять уже задачи по автоматизации сразу и на планирование. Ну и после этого идет два простых шага. Это автоматизация и получение удовольствия от того, что вы стали тратить сильно меньше времени. И самое главное, что вы свободны к изменению вашего проекта. Когда ваша автоматизация достигнет хотя бы уровня 50%, вы с полным спокойствием сможете заниматься рефакторингом, внедрять новые модули, потому что вы будете уверены, что если что-то где-то выскакивает, вам тут же ночью придет репорт, где что конкретно сломалось. Всем спасибо и я готов к вопросам.